Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Сегодня мы с вами прикоснёмся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Молитвенный подвиг — это царственный подвиг, на его пути есть опасности. Об этом на примере иеромонаха со святой горы Афон, попавшего в грех прелести, мы сегодня поговорим. «Как-то был случай. Посетил меня однажды афонский иеросхимонах, — говорит святитель, — бывший в России за сбором. Мы сели в моей приёмной келье, и он стал говорить мне, — помолись о мне, отец, я много сплю, много ем. Когда он говорил мне это, я ощутил жар из него исходивший, почему и отвечал ему, — ты немного ешь и немного спишь, но нет ли в тебе чего особенного? И просил его войти во внутреннюю мою келью. Идя пред ним, я, отворяя двери во внутреннюю келью, я молил мысленно Бога, чтобы он даровал голодной душе моей пользоваться атофонского иеросхимонаха. Есть ли он истинный раб Божий? Точно. Я заметил в нём что-то особенное. Во внутренней келье мы начали беседу, и я начал просить его, — сделай милость, научи меня молитве. Ты живёшь в первом монашеском месте, и на земле среди тысячи монахов, в таком месте и в таком многочисленном собрании монахов, непременно должны находиться великие молитвенники, знающие молитвенное тайнодействие и преподающие его ближним. По примеру, Григориев, Синаита и Паламы, и по примеру, многих других афонских светильников. Иеросхимонах немедленно согласился быть моим наставником. И, о ужас! С величайшим разгорячением он начал передавать мне вышеприведённые способы восторженной, мечтательной молитвы. Вижу, он в страшном разгорячении. У нервов разгорячены и кровь, и воображение. Он в самодовольстве, в восторге от себя, в самообольщении, в прелести. Дав ему высказаться, я начал понемногу в чине наставляемого предлагать ему учение святых отцов о молитве, указывая его в добротолюбии и прося объяснить мне это учение. Афонец пришёл в совершённое недоумение. Вижу, он вполне незнаком с учением отцов о молитве. При продолжении беседы, говорю ему, говорит святитель, смотри, старец, будешь жить в Петербурге, никак не квартируй в верхнем этаже, квартируй непременно в нижнем. Отчего так, возросил Афонец? Оттого, отвечал святитель Игнатий, что если вздумается ангелам, внезапно восхитив тебя, перенести из Петербурга в Афон, и они понесут из верхнего этажа, да уронят, то убьёшься до смерти. Если же понесут из нижнего и уронят, то только ушибёшься. Представь себе, отвечает Афонец, сколько уже раз, когда я стоял на молитве, приходила мне живая мысль, что ангелы восхитят меня и поставят на Афоне. Вот что бывает, друзья мои, при неправильном совершении молитвы. И неважно, где ты молишься, на святой горе Афон, в Иерусалиме или в глухой деревушке России, важно избегать восторженности, мечтательности. Будем, друзья мои, помнить наставление святителя и удаляться от нервно-психического возбуждения, рисуемого нашим воображением, в молитве для спасения нашей души. 19 января православные верующие отпраздновали Крещение Господне, один из 12 главных церковных праздников. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие, как пророк Иоанн Претеча крестил Господа нашего Иисуса Христа в реке Иордан. В канун праздника крещенский соченник, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил божественную литургию в Андрейском соборе города Ставрополя. По окончании богослужения был совершен чин великого освящения воды. Это главная особенность богоявленского богослужения. Крещенская святая вода также называется Великой Агиасмой, то есть Великой Святыней. Всех вас, дорогие во Христе, отцы, братья и сестры, сердечно приветствую и поздравляю с уступающим великим праздником Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Только что закончился праздник Рождества Христова. И мы вместе со всей Церковью вспоминаем то величайшее событие, когда Господь наш и Спаситель вышел на проповедь Евангелия Нового Завета, когда в том числе совершенно близко были его страдания. Был крест, была Голгофа и славное и страшное воскресенье. И вот перед этим он решил показать пример еще одного смирения. Смирением наполнено все на земле, связанное с Господом. Его рождение в скромной пещере, в вертепе. Положение в скромных яснях, не во дворце великом каком-то, не в богатых одеждах и перенах, а скромно среди скота, с пастушками. Конечно же, Пресвятая Богородица Иосиф, рядом с ним святые ангелы воспевающие. И вот он приходит на Иордан, и здесь смирение, вновь показывает свое смирение. Ибо так, как люди приходили принимать крещение, омываться водой от руки великого пророка Иоанна, креститель, который назван, и также предтечей назван в церкви нашей, также он показал пример, и он подошел под его десницу. Сегодня особенно вспоминается именно сам предтеча. Его посвящено как раз течение Евангелия, на литургии. И вот все, что связано с Господом, это величайшая благодать, это величайшая милость, но эту благодать порой нам тяжело воспринять грешным, слабым людям. И тем людям, в том числе, которые жили во времена Христа. И вот должен был тот, который притек бы, перешел перед ним, и людям сказал бы, чтобы они встречали его. Но как встречали? Как нужно подготовиться к встрече царя? Как нужно подготовиться к встрече небесного царя, спасителя? В ночь с 18 на 19 января митрополит Кирилл совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. После службы правящий архиерей осветил воду. Тем временем в эту крещенскую ночь на водоемах Ставрополя было многолюдно, ведь по народной традиции верующий троекратно погружается в Иордан. Из года в год люди приходят, в частности, к холодным родникам Ставрополя, чтобы поддержать традицию своего народа. Здесь священнослужители Ставропольской и Невиномысской епархии совершили чин великого освящения воды. Окунаться в прорыв на праздник крещения – русская благочестивая традиция, но церковь никого не обязывает строго ее соблюдать. Все зависит от желания человека. Уже в сам праздничный день святого богоявления владыка Кирилл в сослужении клериков епархии совершил чин великого освящения воды на Сингелейском водохранилище. Освящение водоема в праздник богоявления проводится ежегодно, так как Сингелеевское водохранилище обеспечивает водоснабжение Ставрополя и других населенных пунктов края. Его высокопреосвященству сослужили благочины 1-го Ставропольского округа протерея Александра Гамзяк и духовенства епархии. За богослужение молились губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Ставрополя Иван Ульянченко, представители власти, а также журналисты. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok